Добрый день, друзья! Опять мы с вами вместе. Слушаем следующую историю, как ёжик с медвежонком протирали звёзды. Но это уже вообще очень даже интересно и забавно, как это они умудрились протирать звёзды. Вот уже целый месяц ёжик каждую ночь лазал на сосну и протирал звёзды. Если я не буду протирать звёзды каждый вечер, думал он, они обязательно потускнеют. И с утра выходил на крыльцо, поламывая свежий веничек, чтобы сбивать сначала со звёзд пыль, и стирал тапочки, тряпочку. Тряпочка у него была одна, и поэтому он каждое утро её мыл и вешал на сосну сушиться, Покончив с приготовлением, ёжик обедал и ложился спать. Просыпался он, когда уже выпадала роса. Поужинав, брал тряпочку в одну лапу, а веник в другую, и потихонечку сучка на сучок поднимался на самую вершину сосны. Здесь начиналось самое главное. Сначала звёзды надо было обстукать веничком, да так осторожно, чтобы случайно не спить с неба, потом веник переложить в левую лапу, а тряпочку взять вправую и протирать звёзды доблеском. Работа была кропотливая, и от неё, и на неё уходила вся ночь. А как же иначе, ворчал ёжик, беседуя сам с собой на верхушке сосны, Если медвежонок не протрёт звёзды, если я не протру звёзды, то кто же протрёт звёзды? Медвежонок в это время тоже сидел на верхушке сосны над самым домом и протирал звёзды. И думал, удивительно, как это ёжику в голову пришла такая счастливая мысль. Ведь если бы ёжик не придумал чистить звёзды, то их бы давно уже никто не видел. Вот какая пыльная! И он донул на звезду и протёр тряпочкой. Медвежонок очень старался, но у него не всегда получалось, как у ёжика. И если с неба падала звезда, все в лесу знали, что это её нечаянно столкнул медвежонок. Вот смотрите, какой трудолюбивый ёжик. Стирал всегда тряпочку, сушил её, а потом каждую ночь протирал звёзды. Всего вам доброго! До свидания! До следующей встречи! Субтитры справа! Продолжение следует...